Как научиться быстро принимать правильные решения? Принятие решений часто связано с риском, однако готовность к принятию ответственности и выработке решений является одним из необходимых условий достижения успеха. Рассмотрим основные правила, которые облегчат вам принятие и осуществление решений. Если вы намерены добиться успеха, принятие решений должно стать для вас привычным видом деятельности. Принятие решений практически всегда связано с риском, выбрать какой-либо один способ действий сказать нет многим другим вариантам. Однако преуспевающие менеджеры это люди готовые к принятию решений, они знают, что в этом для них заключается единственная возможность добиться успеха. Рассмотрим несколько основных правил, которые облегчат менеджеру этот процесс, помогут ему делегировать полномочия, принимать решения и осуществлять их. Правило 1. Четко ограничить круг вопросов, по которым вы должны принимать решения. Преуспевающие деловые люди ранжируют решения, которые необходимо принять в соответствии с намеченными целями и затрачивают большую часть времени на такие решения, от которых непосредственно будет зависеть успех. Кроме этого, преуспевающие менеджеры учатся принимать решения, которые полностью соответствуют их моральным ценностям. Если мы сосредоточим внимание на наших принципах и будем в соответствии с ними постоянно пересматривать наши цели, то сможем значительно упростить многие из принимаемых нами решений. Правило 2. Принятие решений означает принятие на себя ответственности. Однажды человека, который многого добился в жизни, спросили, в чем заключается тайна его успеха. Он ответил, я пускался на небольшой невинный самообман. Делал вид, что предприятие принадлежит одному мне, независимо от того, где я работал. Просто считал, что здесь все мое. Никогда не следует принимать решения, за которые вы не отвечаете полностью. Правило 3. Никогда не принимайте решений, находясь в состоянии стресса. Отдельные решения иногда приходится принимать, будучи именно в таком состоянии. Неразумно принимать решения, чреватые далеко идущими последствиями. Если вы раздражены, огорчены или вынуждены это делать в спешке, верное решение можно принять, если у вас есть достаточно времени. В этом случае не торопясь проделайте следующее. Взвесьте ситуацию, учитывая опыт прошлого и настоящего, и мысленно представляя себе будущее. Ознакомьтесь как можно подробнее со всеми фактами и материалами, относящимися к самой проблеме и к условиям, в которых она возникла. 1. Сохраняйте объективность. Воздерживайтесь от окончательных выводов до тех пор, пока не проанализируете всю важную для вас информацию. Правило 4. Необходимо иметь столько информации, сколько нужно для принятия правильного решения. Однако при этом не нужно стараться предугадать любой возможный исход, соответствующим образом подтасовывая имеющуюся информацию. При сборе, анализе и сопоставлении данных вы всегда обнаружите, что часть информации является более важной и в большей степени относится к делу, чем прочие факты. Одна из необходимейших способностей руководителя заключается в том, чтобы уметь распознать наиболее существенные факты и сосредоточить свое внимание на тех моментах, которые являются наиболее характерными или важными. При этом придерживайтесь следующих рекомендаций. Всегда пытайтесь обнаружить те немногие факты, которые могут пролить свет на подавляющее большинство остальных фактов. Расположите все собранные сведения по убывающей степени значимости. Постарайтесь выделить одно важное обстоятельство, на котором может быть основано ваше решение. Определите характерные особенности групп или категорий сведений, имеющих прямое отношение к рассматриваемому делу. Определите взаимосвязи между всеми элементами создавшейся ситуации. Поиски сведений могут продолжаться до бесконечности и, как правило, необходимо наконец прекратить дальнейший сбор информации и поставить точку. Хороший руководитель понимает, что обычно нет такой возможности заполучить все сведения. Значит, остается лишь принять решение, когда надо остановиться. Правило 5. Посоветуйтесь с другими, прежде чем принять решение. Во-первых, всегда имеет смысл предварительно посоветоваться с людьми, на которых непосредственно повлияет ваше решение. Людям не по душе всякие сюрпризы, основательно меняющие их уклад жизни. Во-вторых, целесообразно спросить совета у тех, кто бы мог помочь вам в реализации вашей идеи. В-третьих, посоветуйтесь с людьми, мнением которых вы дорожите. Большинство людей, добившихся успеха в жизни, охотно расскажут вам, как они поступали в подобных ситуациях и поделятся соображениями, которые могут помочь вам в выборе наилучшего решения. Правило 6. Не бойтесь принимать решение. Отказ от принятия решения – тоже решение. Если вы оценили всю имеющуюся информацию и продумали все вероятные последствия вашего выбора, не останавливайтесь на полпути и принимайте решение. Единственный способ избежать ошибок – вообще ничего не делать. Для того, чтобы научиться разумно принимать решение, вы должны быть заранее внутренне готовы к тому, что может пострадать ваша репутация. По мере того, как вы будете принимать все более и более плодотворные решения, вы начнете во всей большей степени полагаться на свой личный опыт. Правило 7. Как только вы приняли решение, приступайте к очередным делам. Не теряйте творческого вдохновения. Твердо держитесь выбранного вами курса и не терзайте себя понапрасну сомнениями. Позаботьтесь о том, чтобы принятое вами решение стало известно всем, кого оно непосредственно касается. Именно в этом залог того, что оно будет выполнено в необходимые сроки и с планируемым качеством. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписались. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. И поделитесь своим мнением в комментариях. Напишите свой опыт принятия быстрых решений и какими практиками вы руководствуетесь. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч! Продолжение следует...